Сегодня у пропавшего сухогруза Арктикси, неожиданно и всего на несколько минут, вновь заработал определитель координат. По данным издания морской бюллетене Софракт, судно находится в Бискайском заливе, неподалеку от французского порта Ла-Рошель. Владимир Кобяков следит за развитием загадочной истории. С пропавшего сухогруза пришел первый сигнал. Никакой информации с Арктикси не поступало более двух недель. И теперь навигационные службы стараются установить точное местонахождение судна. На каждом судне стоит так называемая АИС, система автоматической идентификации каждого судна. Это вот уникальный сигнал для каждого судна. Эти автоматические сигналы получаются береговыми станциями и выкладываются в интернете. В режиме реального времени можно каждую данную секунду наблюдать судно. Смотрю, да, есть сигнал. Есть сигнал. Вот он Арктикси в Бискайском заливе. Курс, скорость, все через почести. Определитель координат заработал на сухогрузе в 12.30 по Москве. Место поиска Бискайский залив. Сигнал сначала взбодрил навигационные службы, и они некоторое время отслеживали сухогруз, но затем судно замолчало снова. Выдвигают даже версию, что идентификационную систему Арктикси уже могли переставить и на другое судно, чтобы давать ложный сигнал. Британские эксперты в сфере морской безопасности сомневаются, что сейчас нашли именно тот самый сухогруз. Я очень сомневаюсь, что судно в Бискайском заливе. По нашему мнению, Арктикси у побережья Африки, между Мавританией и Камеруном. Я думаю, что это коммерческий конфликт. Возможно, кто-то пытается получить страховые выплаты за якобы пропавшее судно. Накануне в эфире радиостанции «Эхо Москвы» постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин сказал, что подробности исчезновения он комментировать пока не может. Мы не распространяем информацию по данному поводу до тех пор, пока не появятся для этого все необходимые условия. Могу сказать только одно, что, безусловно, все, кто называют себя партнерами, внимательно следят за судьбой этого корабля. Достаточно драматично развивать ситуацию, поэтому раньше времени просто нельзя ничего говорить. Главный редактор интернет-издания «Софрак» считает, что пропавшее судно могли найти еще накануне, но пока не придумана правдоподобная версия его исчезновения. В последние дни появлялась информация, что сухогруз видели возле берегов Испании, оказалось ошиблись. Затем сообщали, Арктик-Си замечен у островов Зеленого мыса, и туда движется российский сторожевой корабль «Ладный». Но эти данные российское посольство в Кабоверде чуть позже опровергло. Судно с российским экипажем в июле вышло из финского порта, и у берегов Швеции на него кто-то напал. Власти Евросоюза заявили, что было и второе нападение на сухогруз уже возле Португалии, но при этом отметили, что ничего общего с традиционным пиратским захватом это не имеет. Европейская пресса выдвигает различные версии загадочного рейса. По одной из них сухогруз везет либо запретный, либо секретный груз. По информации из Брюсселя, российская сторона и штаб объединенных вооруженных сил НАТО в Европе совместно пытаются установить точное место, где находится сухогруз. Но какие действия предпринимать дальше, это решение останется за Москвой. Владимир Кобяков, Екатерина Вешкина, телекомпания НТВ. И как только что стало известно, в представительстве ВМФ Франции сообщили, что французские моряки по ошибке приняли сигнал российских кораблей, проходивших в Бискайском заливе за сигнал радиомойка «Арктик-Си». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова